Данная беседа по Евангелию от Матфея, сегодня будем изучать вторую главу, она записывается для библейского портала Экзегет. И мы приступаем к изучению второй главы, которая начинается словами «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И ниже, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Казалось бы, весть о том, что должен в этот мир прийти Мессия, она должна была вдохновить всех иудеев. Но когда до Ирода дошла эта информация, он встревожился, и весь Иерусалим вместе с ним, потому что эти люди создали свой мир, свой порядок, и вторжение Бога в их реальность могло это все поменять в их жизни. Особенно Ирод опасался, что кто-то будет покушаться на его царское достоинство. Ведь Ирод великий, как он называется в истории, за то, что он реконструировал второй храм, а он был очень подозрительный человек. Он не был евреем, он был эдуменянин. И он понимал как бы нелегитимность своего положения, и он опасался, что кто-то может его свергнуть. И жертвами его подозрительности становились даже его ближайшие родственники, которых он уничтожал, думая, что они покушаются на его царское достоинство. Конечно, здесь поражает то, что в Иерусалим приходят волхвы с востока. Ну, представьте себе, если бы в Москве появились бы какие-нибудь брахманы, кришнаиты, и сказали бы, мы видели знамения на востоке, вот пришли в Москву что-то узнать. С каким бы скептицизмом к ним отнеслись бы. И, конечно же, евреи того времени тоже не могли понять, а с чем это связано. Что хотят сказать эти люди, которые не представляют традицию Израиля. И что за звезда привела их в святой город. Блаженный Феофилакт объясняет, что под видом звезды по небу перемещался ангел Божий. И Феофилакт объясняет, что звезды так по небу не ходят, как вифлеемская звезда. То она движется, то останавливается, то меняет направление, то приближается и так далее. То есть это было чудесное явление ангелов этим языческим волхвам за какие-то их личные нравственные качества. Библия не отказывает даже язычникам в нравственных качествах, когда апостол Павел в послании к римлянам пишет, что язычники, не имея закона, по природе законное дело, всем самым обнаруживают, что закон Божий написан в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их. «Итак, услышав это, Ира царь стревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали, в вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, вифлеем, земля иудина, ничем не меньше воеводствах иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». То есть книжники и первосвященники, они обращаются к пророческим текстам и указывают на вифлеем. По-еврейски вифлеем – это бетлехем, то есть дом хлеба. И, конечно, очень знаменательно то, что тот колос, который евхаристически напитал всю Вселенную своим телом и своей кровью, наш Спаситель рождается в городе, который называется дом хлеба, бетлехем или вифлеем. И мы читаем о действиях Ирода. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Что же это было за время появления звезды, которое он вывел? Далее мы увидим, что он издаст приказ перебить всех младенцев от двух лет и ниже. Почему от двух лет и ниже? Потому что он выведал от волхвов, что звезда появилась на их небе два года назад. Но он не знал, то ли Христос родился два года назад, то ли он должен родиться к тому моменту, когда волхвы пришли в Иерусалим и оттуда должны будут двинуться в вифлеем. Поэтому позже он даст приказ, чтобы избить всех младенцев от двух лет и ниже. Хотя внешне он прикидывается. Смотрите. Он прикидывается богобоязненным человеком, который как бы тоже ожидает пришествия Христа Мессии и готов отправиться вслед за ними в вифлеем, чтобы поклониться ему. Но в его голове совсем другой замысел. Он хочет уничтожить бога младенца Христа Иисуса. Мир не готов к тому, чтобы приветствовать пришествие Господня в реальность этого мира. И мы знаем, что Христос рождается в очень скромной обстановке, ибо святое семейство оказывается в вифлееме по той причине, как подробно сообщается в Евангелии от Луки, что была объявлена перепись населения по всей Римской империи, и каждый должен был прийти в тот населенный пункт, откуда родом происходил от своих изначальных предков. А так как Иосиф и Мария были из дома царя Давида, они должны были прийти в вифлеем. В город в это время пришло очень много людей, и все гостиницы были переполнены. И для святого семейства не нашлось никакого места, кроме пещеры, которая служила местом загона для скота, потому что это зима, зимою пастбищ не было, но были загоны для скота, где пастухи охраняли овец, которые зимовали в этих пещерах. «Действия волхвов, они, выслушавшие царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец». Блаженный Феофилакт рассуждает, если звезда светит над каким-то местом, то всем живущим в этой местности кажется, что она светит над их головою. Что значит «звезда остановилась над местом, где был младенец?» Она предельно приблизилась к земле, то есть к тому месту, где в пещере, которая была загоном для скота, местом загона для скота, родился богомладенец Христос. «Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и вошли в дом, увидели младенца с Марии, матерью его, и падшие поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Золото они ему приносят как царю, ладан – как господу, а смирну – как человеку, которому предстоит умереть. Ибо именно из смирны делался специальный бальзам для натирания умершего тела в те времена, для бальзамации умершего человека, его тела после смерти. Таким образом, мы видим, что волхвы были посвящены в удивительные тайны, и сами их дары это обнаруживают. В Евангелии от Луки рассказывается о том, что в пещеру, где родился Христос, приходят не только волхвы, но и простые пастухи, которые рядом оберегали своих овец. И таким образом у ног Бога-младенца Христа Иисуса встречается человеческая мудрость в лице волхвов и человеческая простота в лице пастухов. И далее мы читаем, «И получившие во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». То есть они возвращаются в Вавилон. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу, функцией которого мы уже определили, они заключались в том, что он должен был оберегать Деву Марию и Бога-младенца, и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да будет цареченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Евангелие от Луки показывает нам, что он не сразу отправился в Египет, а какое-то время он будет находиться еще в Иерусалиме. И на сороковой день Бога-младенца Христа принесут в Иерусалимский храм. Затеряться в большом городе было тогда значительно проще, чем нежели перемещаться по дорогам Святой Земли, которые подвергались контролю в результате приказа Ирода. И мы читаем далее. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, который выведал от волхвов». Вот эти два года, но Ирод не был уверен, то ли Христос родился два года назад, то ли к моменту прихода в Иерусалим волхвов, поэтому он повелел избить всех от двух лет и ниже. И выше мы с вами уже прочитали, «И там был до смерти Ирода, то есть Иосиф со святым семейством, да сбудется реченое Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Ну, это пророчество Осия, 11 глава, 1 стих, то есть пророки, они предсказали то, что Господь явится в Египте. Но возвращаемся к тексту далее, в хронологическом порядке, 17 стих, «Тогда сбылось реченное через пророка, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рыдание, и воп великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утежиться, ибо их нет». То есть пророк Иеремия предсказал, что будет избиение младенцев и плач великий в этой местности, Рахиль плачущая о детях своих. И действительно, между Вифлеемом и Иерусалимом очень незначительное расстояние, и там находится гробница Рахили, любимой жены патриарха Иакова, то есть где-то до пределов этой границы осуществлялось избиение младенцев. По смерти же Ирода си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матери его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Ну, наверное, Иосиф рассуждал, что яблоко от яблони недалеко падает. И если Ирода Великого сменяет его сын, то это тоже небезопасно для святого семейства. И последний стих второй главы. «И пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вот здесь не очень понятно, почему сказано, что это пророчество было через пророков, хотя речь идет об авторе книги «Судей», 13 глава, 5 стих, и какое отношение книга «Судей» может иметь к пророческим текстам. Дело в том, что в еврейской традиции того времени Священное Писание делилось на три раздела «Закон», «Пророки» и «Писание». «Закон Тора», «Пророки» и «Набиим», «Писание» и «Кетубим». Поэтому Матфей говорит в соответствии с традицией того времени, как у иудеев сохраняется и до сих пор, да сбудется реченное через пророков, имеется в виду второй раздел Танаха, то есть Ветхого Завета, что он Назареем наречется, а эти слова, то есть это пророчество, мы находим в книге «Судей», которая в еврейской традиции относилась к разделу «Ранние пророки», то есть она считалась тоже пророческой книгой, хотя теперь она более выглядит как историческая книга. На эту деталь мы обратили внимание, чтобы подчеркнуть точность изложения Евангелиста Матфея, которая соответствует историческим реалиям того времени. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим изучение Евангелия от Матфея.